Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков на канале MyGT.ru. Как я и обещал, эту неделю мы объявляем в неделе бренда United Oil и подарим 5 4-литровых канистр United Oil Max Protection 5W30 APA SNCF AC A5B5. Очень продукт универсальный, бензин-дизель, подходит для подавляющего большинства автомобилей, которые у нас катаются по нашей родной стране. Здесь не спишка, но поверьте мне, в вашем мануале подписаны, скорее всего, именно эти спецификации. Плюс к этому, к каждой банке мы подарим дополнительно еще кепку. Кстати, кепки неплохо сделаны. Это китайская, конечно, кепка. Но, тем не менее, сделана неплохо. Вот, и подарим по такой маечке 32-го размера. Шутка. Не знаю, это L-ка, наверное. Да, L-ки. Ну, может, кому-нибудь передарите там. В общем, так как мы начинаем конкурс со вторника, потому что вчера мы завершали конкурс в понеделе Биобэнга, поэтому конкурс у нас будет, включая субботу. Каждый день мы дарим по одной канистре. Если вдруг какой-то день я пропущу в силу там командировок или чего-то еще, мы, соответственно, там в один день подарим там пара канистр сразу за одной и так далее. Вот, ну, надеюсь, что будем дарить каждый день. Не знаю, не уверен, что субботы надо отоспаться. Ну, короче, суббота, может быть, вечерком там выпустим видео. В общем, что нужно делать? Как обычно, в описании к этому видео есть ссылки на все наши платформы. Это YouTube, YouTube, Zen, VK, Drive2. Конкурс будет на всех этих платформах одновременно. Что нужно делать? В описании к конкурсу нового видео, то бишь к этому на любой платформе, где вам удобнее. YouTube, YouTube, VK, Zen. Если чего-то нет, пишите на том, что сидите, где вы зарегистрированы. Вот, пишите свой комментарий. Что мы обсуждаем и комментарии, по какому поводу пишем. Больная для всех тема, актуальная, больная, может быть, для кого-то и счастливая тема китайских автомобилей. Китайские автомобили сейчас это тот тренд, который у нас наблюдается во всех абсолютно городах российских. Практически за редким, редким, редким исключением. По крайней мере, в Новосибирске с каждым месяцем становится все больше и больше. Я вот часто езжу на такси. Я всегда вызываю комфорт плюсы. Приезжают в подавляющем большинстве. Почему-то Хавал Джолин, почему-то комфорт плюсы они относятся. В общем, либо там Джаки приезжают, либо Би-Айди, это Build Your Dream. Короче, вот такие автомобили приезжают на регулярной основе. Вот. И я часто на них езжу. У меня сложилось собственное мнение про китайские автомобили. Но хотелось бы услышать ваше обслуживание, сервис. С чем вы уже столкнулись? Если пользуетесь китайским авто, если у вас там есть знакомые, друзья, или вы работаете на станции, например, которые обслуживают китайские автомобили, либо занимаетесь там запасными частями, расходниками китайским авто, тоже будет приветствоваться ваше мнение. Потому что сейчас хотим мы этого, не хотим, это будут обсуждать все чаще и чаще. Автомобили китайские есть разные. Я в Китае бываю часто. Я в Китае вот в этом году был раз в шесть уже, наверное, еще мне две поездки в Китай в этом году. Намечается, блин, ну, общаюсь с китайцами регулярно-регулярно на основе, посещая там салоны, которые местные китайские. То есть я, в принципе, ну, как бы в этой теме более-менее шварюсь, как бы, так скажем так. Китайские авто себе брать не собираюсь, но, по крайней мере, мне это интересно. И так как мы занимаемся маслами, нам это очень интересует, вот, с прикладной точки зрения. Вот, поэтому, все, что касается обслуживания мнения про китайские автомобили. Вот, пишите мнение развернутые. Просто, я никогда не куплю китайские авто, не учитывается. Я вообще даже не буду писать, не буду эти учитывать мнения. Или, например, там, китайские авто хорошо, тоже не буду учитывать. Я буду учитывать только полноценное мнение по этому вопросу развернутое. Ну, более-менее развернутое, не обязательно писать там на полустранице. Но, по крайней мере, ваше мнение о каком-то конкретном вопросе связано с этой тематикой. Еще раз напомню, на любой площадке. YouTube, YouTube, Zen, VK, Drive2. Везде можете писать, в любом месте. Если Zen и VK, например, и Drive2, можно прикладывать там, например, фотографии. Ну, видосики тяжело, конечно, фотографии. В общем, за самые хорошие и понравившиеся мне мнения людей, ну, вернее, я буду учитывать, наверное, все полноценные мнения. Я их распечатаю, как обычно, укладываем мы их в наш волшебный Томми Хиллфигер в пакетик, и взбалтываем, выбираем победителя случайным образом. Вот, все. Мнения учитываются любые, абсолютно. Положительные, отрицательные, нейтральные. То есть, все, что вы думаете про автомобили. И желательно, конечно, все, что связано именно с техническим обслуживанием авто китайского сейчас у нас в России. Ну, в общем, в принципе, что вы про эту тему думаете. И желательно, конечно, вот прямо с эксплуатацией связано. Тема интересная для всех, актуальная. Думаю, что актуальна будет еще в ближайшие пару лет, десятков лет, наверное. В общем, короче, смотрим, пишем, участвуем. Пять наборов подарим. Масло замечательное, прекрасное. В китайский, кстати, автомобиль тоже замечательно подходит. И даже, в принципе, для турбированных автомобилей она тоже подойдет. Поэтому можно смело его приобретать. United Oil, напомню, бренд, ну, не знаю, мне он нравится как бренд, потому что завод один из самых старейших в Азии. И, в принципе, наверное, на этом заводе, ну, максимальное количество делалось брендов, которые в Россию когда-либо поставлялись. Но бренд United Oil является, собственно, брендом данного завода. Ну, одноименно называется завод. Соответственно, как бы к нему особое требование. Это лицо компании, лицо завода. Завод хороший, он такой, ну, он старый завод уже. Ну, не старый не в плане оснащенности, а в плане того, что просто уже давно работает. Они переосначали его несколько раз. В общем, все, отправляем по России бесплатно. За наш счет ваша задача прийти в пункт выдачи, забрать товар. Если вы находитесь только, к сожалению, не в отдаленных регионах России. Сахалин и Камчатка в это не попадают в тему, потому что если вы находитесь там и выиграли масло у нас, то, соответственно, отправка происходит за ваш счет. Ну, к огромному сожалению, потому что очень дорого стоит пересылка. А так, как бы, вот, пожалуйста. Напомню еще раз, что после этого конкурса на следующей неделе, либо через неделю, скорее всего, через неделю еще, потому что это вот небольшие у нас командировки, у нас будет еще розыгрыш по био-бэнгу. Тоже разыграем еще пять канистр, четырешек. Вот. Кто столько разыгрывает масло? Блин, ребят, никто не разыгрывает столько масла, как мы, наверное. Все, участвуйте, пишите, звоните, короче, в описании к этому видео. Еще раз, кто пропустил с самого начала все наши площадки, на которые нужно подписаться, потому что только подписчики могут участвовать. Пишите творчество, творчеством занимайтесь. Жду ваших комментариев, всем пока.